ВОДГСН Ребят, давайте будем говорить так. Я сейчас открою предложение, которое сейчас есть в магазине, которое я рекомендовал бы всем, кто занимается донатом, взять и воспользоваться этим предложением. Потому что данное предложение мне кажется абсолютно нормальным на вкус. 5000 голды за 5 баксов. Ну вот и считаем. Соответственно 1 бакс, 1 косарь голды. Итак, ребят, возвращаемся мы к тому, что мы сейчас видели в отношении предложения по контейнеру за 8 баксов случайная восьмерка. И давайте будем обсуждать непосредственно танки, которые здесь есть. Но и в принципе, понятное дело, что в любом случае из этого всего вам что-то вывалится. И вы получите однозначно танчик, вопросов нет. То есть вы купите себе прем-танк за 8 баксов. За 8 баксов вы можете купить 8000 голды. И теперь давайте будем смотреть, а все ли танчики, которые здесь представлены, реально стоят 8000 голды. Потому что, допустим, АМХ-ЦДС, да, AC-DC так называемый, он не стоит 8000 голды. Эмиль пытались продавать, но, честно говоря, мне, допустим, не заходит этот танчик, ну, по определению. 112 ледяной, уже не стоит таких денег. 59 паттон, не стоит таких денег. Т-34-3, ВЗ-111. Это все танчики, которые стоят реально дешевле. Дешевле, чем та сумма, которую вы заплатите за этот контейнер. Вы видите перед собой, допустим, там, я не знаю, Е-75 ТС. Я бы не сказал, что этот танчик имеет смысл покупать за 8 баксов. То есть за 8000 голды. Лёва тот же самый. У меня светится темным, потому что сам танчик у меня есть. Он уже не стоит 5000 голды, в смысле, 8000 голды на сегодняшний день. Его цена где-то в районе 5-5,5. По-моему, он даже недавно на продажу выпадал. Обзорчик у меня есть на этот танк на канале, можете посмотреть. Action X, да, сейчас стоит 8000. Окей, согласен. Химера. Ну, под вопросом, возможно, ее вывалят на продажу в следующий раз тысячи за 7-7,5. Потому что, так или иначе, танчик немножко устаревает в игре. Ну, то есть, к чему говорю? Акула. Обалденный танк. Просто супер. Сейчас он на продаже стоит за 8500 голды, если не ошибаюсь. Обзорчик делал. И всем танчик рекомендую. Обзор можете посмотреть у меня на канале или по ссылочке. Короче говоря, здесь далеко не все танки. Особенно вот Т-34. Он вообще не стоит 8 косарей. Т-95Е2. Недавно снимал на этот, извиняюсь, танчик обзор. И можете посмотреть на канале. Он не то, что 8 косарей голды не стоит. Он не стоит тех 5 или 5,5, сколько я за него заплатил. Короче говоря, ребят, рассказываю к чему? Рассказываю к тому, что далеко не все танки в этом списке стоят 8 баксов. Ну, а если исходить из того, что разработчики, ну, хотят частично заполнить ангары игроков какими-нибудь машинками, которые, ну, не то, не сё, но при этом получить наварчик, то, соответственно, с высокой долей вероятностью какая-нибудь имба отсюда вам вывалится навряд ли. Скорее всего, выпадет что-нибудь, ну, вот какое-нибудь вот такое вот, да, которое вы будете иметь за 8 баксов. Моё скромное мнение, лучше возьмите 8 баксов, задонатьте грамотно, задонатьте, допустим, в то предложение, о котором я говорил. Вот оно висит сейчас, 5 баксов сюда, это уже 5000, и, допустим, дождитесь нескольких предложений, вот таких вот, по полтора, да, допустим, куска голды за 1 бакс, ну, и таким образом, два раза задонатить 2 доллара, это 3000, и там 5 за 5, того получается вы за 7 долларов купите себе 8000 голды. Только плюс к тому, вы купите однозначно тот танк, который вы захотите, а не то, что вам случайно выпадет из контейнера, ещё и получите какие-нибудь плюшки, типа полмиллиона серебра два раза, это лямчик серебра. И вот в этом предложении, про которое я говорил в отношении подписки, вы получите ещё себе 50 косарей свободного опыта. По-моему, таким образом гораздо лучше и гораздо приятней. Честно говоря, я бы в жизни не забросил донат на покупку вот такого вот абсолютно непонятного для меня предложения, с вот этим вот абсолютно непонятным для меня контейнером, случайной восьмёрочкой. Вот она, наконец-то нашёл её. Короче говоря, ребят, решать вам, донатить, не донатить, я бы не рекомендовал. А вот вы уже там выбирайте, как вам по карману удобней. На данный момент у меня всё, всех благ, всего хорошего. Ну и напишите в комментариях, считаете ли вы, контейнер, случайная восьмёрка, тем, за который стоит выдавать 8 баксов. Согласны со мной, не согласны, пишите в комментах, другим будет интересно. Всех благ, всего хорошего, ну и как обычно, я всем желаю исключительно мира и спокойствия.